Уважаемые гости! Компания Куберлайн приветствует вас! Наш сегодняшний вебинар посвящен изменениям ERP версии 2.5. На нашей заставке вы видите контакты, электронная почта, телефоны и адрес сайта. Если вам по какой-то причине, например, не удалось досмотреть до конца вебинар или время оказалось для вас неудобным, через некоторое время мы выкладываем записи вебинара на нашем сайте, и вы можете посмотреть его в удобное для вас время. Также там есть разные материалы, которые, надеемся, будут вам полезны. Веду вебинар «Як-консультант-аналитик» Галина Гардышева и, соответственно, мою электронную почту вы тоже видите на экране. Мы будем очень благодарны, если вы будете обращаться с какими-то вопросами. В этом случае любым удобным для вас способом можно по электронной почте, по телефону, через сайт. В этом случае мы сможем уделить вашему вопросу больше внимания и ответить уже предметно касательно вашей ситуации. Итак, что мы будем сегодня смотреть и обсуждать? Мы с вами поговорим про изменения функционала. Сейчас вышла версия 2.5.9 и мы разберемся, что там есть нового интересного. Поговорим про производственные учеты и про казначейство. То есть это разделы, в которых были максимальные изменения. Ну, соответственно, бухгалтерский науговый учет тоже придется затронуть. И напоследок поговорим, какие ресурсы можно использовать в ежедневной работе, на что стоит обратить внимание перед переходом на конфигурацию 2.5.9. Итак, у нас в этом году было достаточно много изменений, которые наши законодатели с удовольствием выпускали. Ну, и, соответственно, программное обеспечение тоже было адаптировано под эти изменения. На самом деле, если, допустим, брать начало года, то компания 1С анонсировала, что будет 9 релизов, то есть 2.9 предполагалось, что будет финальной версией, финальным релизом. Но, к сожалению, законодательные акты изменились достаточно сильно, поэтому решение было изменено. И сейчас уже вышла версия 2.5.10. То есть, соответственно, поскольку у нас ожидается и слияние фондов, и переход на единый налоговый платеж, и введение автоматического упрощения системы налогового блажения, это все потребовало введения, дополнения, изменения и программное обеспечение. Что у нас есть такого глобального, если можно сказать, в версии 2.5.9? Ну, во-первых, это было планирование производства. У него были внесены изменения и добавлено очень вкусное, если можно так сказать, для бухгалтеров дополнение, то есть это распознавание бухгалтерских документов. В принципе, эта тема не новая. Уже достаточно давно компания, да не одна компания, на самом деле, несколько компаний готовили программы по распознаванию документов. Ну, во-первых, это было достаточно чрезвычайно при дополнении. А во-вторых, оно было дорогое. То есть, допустим, для холдингов может быть цифра порядка 300 тысяч и не является неподъемной суммой, а для мелкого и среднего бизнеса это уже достаточно ощутимый, так сказать, минус в бюджете. Дальше были изменения, которые расширяют возможности настройки. То есть, в этом случае у нас получается более гибкая программа и возможность настраивать под себя отдельный раздел учета. Но, тем не менее, к сожалению, стоит сказать, что до сих пор ERP остается достаточно сложной программой именно при запуске, при внедрении. И поэтому, ну, в общем-то, в этом случае требуется проводить внедрение с привлечением именно специалистов. Потому что, в отличие от бухгалтерии, например, в ERP многие блоки активизируются при настройках. То есть, если в бухгалтерии мы видим сразу весь функционал, то здесь нам нужно его первоначально активировать. То есть, проставить чекбокс, деленную галочку, для того, чтобы по этому разделу стали доступны документы, аналитика, отчеты, ну, то есть, собственно, весь их функционал. Ну, и, наверное, самое такое серьезное изменение, которое у нас было в версии 2.5.9, это поведение механизма динамического планирования в производстве. Этот механизм позволяет сформировать производственный план с учетом изменяющихся факторов, то есть, приоритета заказов, доступности ресурсов, изменения, которые вносятся в нормативно-справочную информацию. Этот релиз, в общем-то, достаточно новый, был выдан 24 октября, но, тем не менее, уже есть и более поздние релизы, как я уже говорила, это релиз 2.5.9. Мы немного позже еще затронем эту тему, а сейчас мне бы хотелось сказать, вот, обратить ваше внимание вот на что. То есть, когда вы принимаете решение по обновлению вашего программного обеспечения, нужно учитывать, какой релиз у вас стоит, потому что, если у вас прохочено несколько релизов, то, возможно, обновление придется проводить в несколько этапов. Посмотреть, какая у вас конфигурация на данный момент, ну, не только на данный момент, это можно... Сейчас мы переключимся с вами в программу демо-версия ERP 2.5.8, и я объясню, почему мы используем не последний релиз, и зачем я на него пытаюсь перейти. А пока мы снова вернемся к нашим слайдам. То есть, я хочу пару слов сказать о том, как будет построен наш вебинар. Нормативную информацию мы будем с вами смотреть по слайдам. То есть, вот наши слайдики, мы будем по ним разбирать каждую ситуацию. В некоторых случаях мы будем переключаться на демо-версию, и по демо-версии смотреть какие-то практические вопросы, на которые нужно обратить внимание, и которые нужно обязательно проверить перед тем, как использовать обновление и принимать решение, какой же релиз нужно все-таки у вас установить. Смысл этого действия заключается в том, что в последних релизах, кроме того, что добавлен новый функционал и исправлены какие-то ошибки, многие вещи, которые раньше требовали дополнительных доработок или настроек, уже реализованы. Поэтому, соответственно, можно не тратить деньги на то, чтобы в них не переходить. Сейчас основные разделы, которые затронуты обновлениями, то есть релизом 2.5.0, выделены красным на экране. То есть, первое это у нас управление производством, то есть динамическое планирование. Управление затратами расчет себестоимости, ну, соответственно, напрямую связано с управлением по производству. Соответственно, изменение претерпел и регламентированный учет, поскольку были изменены законодательные акты. Я напомню, это объединение фондов, которые, соответственно, вызывают новые формы отчетности. Это единый налоговый платеж, были изменения в системе учета госконтрактов и гособоронконтрактов. Соответственно, регламентированный учет тоже потерпел изменения, и, как обычно, в этих случаях активизировались все остальные социальные органы. То есть, и статистика выпустила новые формы отчетности, и по мобилизации необходимо проверить, организован ли у вас, ведется ли у вас воинский учет. Ну, соответственно, управление складом и запасами тоже претерпели изменения. Создан очень интересный ресурс, это мобильное рабочее место кладовщика. И были внесены изменения по казначейству, которые касались именно учета госконтрактов, создания счетов для обслуживания госконтрактов, ну и сопутствующие сервисы. И, естественно, были введены новые отчеты, среди них мониторинг и анализ показателей деятельности. То есть, вот это основные блоки, которые претерпели изменения в этом релизе. Ну, пожалуй, такие масштабные изменения у нас были только когда вводился релиз 2.5.7, тогда у нас было объединение ресурсных спецификаций маршрутных листов. Дальше у нас были изменения, которые так или иначе затрагивали рекламентированную отчетность, ну, то есть понемножку добавлялось там разные подразделы. А сейчас вот такое крупное масштабное изменение, которое, в общем-то, очень сильно влияет на учет, на настройки, ну, то есть на все разделы конфигурации. То, что касается производства, у нас, как я уже говорила, появилась возможность включать динамическое планирование. Сейчас это происходит в режиме ознакомительной версии. Для того, чтобы дать возможность программе активизировать этот блок, мы с вами должны перейти в меню «Инсы и администрирование». Я переключилась на демо-версию. То есть вот «Инсы и администрирование» и, соответственно, раздел «Производство». И в этом разделе, я сейчас снова вернусь в наши слайдики, мы должны в разделе «Производство» задать вот такие настройки. То есть, видите, расчет заказа на производство, структура заказов, и мы должны поставить вот такие флажочки, то есть «Чекбоксы», для того, чтобы активировать этот блок. И, соответственно, в этом случае мы выбираем «Динамическая структура» и потом переходим настройки и проверяем, что надо изменить применительно именно к вашей специфике. Мы сейчас снова с вами переключимся в демо-версию, в демо-базу. И, собственно, то, что я вам хотела показать пару минут раньше, это как проверить те сведения о релизе, который у вас сейчас применяется. То есть мы должны вот по этой пиктограммке перейти, и вот такая пиктограмма «Их кружочки» в 1С всегда сигнализирует о том, что это информационный раздел, там какая-то важная информация может находиться. В нашем случае это сведения о платформе и сведения о применяемой сейчас у вас конфигурации. То есть, видите, у меня сейчас установлена конфигурация 2.5.8, не 2.5.9, и я немножко позже объясню, почему это сделано. То есть, соответственно, вам нужно проверить, какой у вас релиз, и в удобное время, пока еще есть такая возможность, обновить ее до нужной конфигурации. Мы сейчас снова вернемся к нашим слайдикам и посмотрим следующий слайд. То есть, это информация о мобильном рабочем месте кладовщика. То есть, это у нас в разделе «Склад» добавлено новое рабочее место, и это рабочее место дает возможность подключения мобильного рабочего места к кладовщика. То есть, основу этого рабочего места у нас составляет возможность сканирования штрих-кодов, а также штрих-кодов ячеек хранения для подтверждения таких либо операций. То есть, мы можем использовать мобильный телефон, мобильное устройство, в качестве сканера штрих-кодов. В принципе, это очень удобно и позволяет использовать возможность не постоянно находиться возле компьютера, а с помощью мобильной техники выполнять какие-то операции на расстоянии. Вы видите на экране, что позволяет делать подключение данного рабочего места и как это делать. То есть, во-первых, нужно на мобильный телефон установить мобильный клиент ERP. Это возможно и для Android, и для ERP. Ну, соответственно, после установки мобильного клиента мы настраиваем доступ в нашу базу к рабочей, и затем включаем пользователя в группу доступа, где для его роли будет включена роль использования рабочего места кладовщика. А в карточке пользователя в списке настройки открытия форм при начальной работе программы ставим флажок «Открывать по умолчанию». Ну, то есть, соответственно, даем возможность этому сотруднику подключаться к мобильному рабочему месту кладовщика, минуя шаги, которые требуются для того, чтобы в него перейти. Ну, и с самой программы. Чистая техническая характеристика. То есть, для увеличения производительности при записи данных по остаткам на складах и по потребностям добавлена еще одна функциональная опция. Мы в нее попадаем через раздел МЦИ «Администрирование», который мы только что с вами открывали. Только в этом случае мы с вами будем выбирать уже не раздел «Производство», а раздел «Вклад и доставка». И, соответственно, будем выбирать производительный режим записи информации о доступности товаров в работе. Когда мы активируем этот раздел, то у нас при установленном флажке будет обеспечиваться раздельное хранение. Оно, во-первых, это свободных данных о запасах и потребностях на складах. И, во-вторых, детальные сведения о распределении запасов на потребности и для резервирования их по заказам. То есть это позволяет использовать этот режим, когда требуется обеспечить раздельный учет, раздельное хранение. Еще один интересный момент. Это вот конкретно, как это можно посмотреть в самой системе. То есть, видите, во-первых, это уже использование счетов по госконтракту. Ну, то есть раздельное хранение нам обычно нужно, когда требуется проводить какие-то работы по госконтрактам, по оборонконтрактам и так далее. В этом случае в систему казначейства тоже были внесены изменения. И, в общем-то, посмотреть эти изменения мы можем в программе. И вот таким образом. То есть мы ставим флажок использования счетов госконтракта. И в этом случае вносятся данные про сам госконтракт. Мы тоже посмотрим это чуть позже на слайдике. И сможем посмотреть другие моменты. Видите, вот у нас счет по госконтракту. Тип счета мы в этом случае задаем казначейский. Ну и дальше вносятся уже, соответственно, данные по этому счету. И программа в этом случае будет распознавать этот счет, который используется по госконтракту. Но это не единственное новшество, которое у нас есть. Версии 2.5.9. Вы видите список, что еще у нас изменилось в этой версии. И, в общем-то, изменения коснулись и работы с маркируемыми товарами, если у вас применяются ордерные склады. Еще одно новшество – это внедрение УПД, упрощенный передаточный документ, для тех случаев, когда вы используете комиссионные схемы, то есть работы по комиссионным договорам. Добавлена возможность использовать наборы в производстве. То есть это когда у нас предусмотрены вложенные наборы с любым уровнем вложенности. И, как я уже говорила, возможность введения раздельного учета доходов и расходов по операциям с особым порядком учета прибыли или составляющим налоговую базу, которая определяется по особым ставкам. То есть, в принципе, информация получается немного сложная для восприятия, но, к сожалению, придется ее принять во внимание, потому что это, в общем-то, очень важные и давно ожидаемые изменения. Также была добавлена возможность распределения НДС по внеоборотным активам до момента, пока такие активы будут введены в эксплуатацию. Добавлена возможность введения учета, переданных в аренду основных средств в разрезе договоров. И, соответственно, настройка счетов и счета резервов по сомнительным долгам и по НДС с авансом. То есть, видите, на самом деле изменений много, и те, кто работает с этими разделами, с такими ситуациями, для них это, в общем-то, достаточно серьезное облегчение в работе. По динамическому планированию, то есть, это, наверное, самая основная новость, которая применена в 5.9. Я уже говорила, она сейчас используется в ознакомительном режиме, и она будет недоступна, если вы используете планирование графика производства и заказывает спецификации с типами ремонт и разборка и утилизация. Ну, практически все наши производственные предприятия так или иначе сталкиваются с этими разделами, потому что производится либо ремонт собственного оборудования, либо подвергаются разборке какие-то устаревшие основные средства и инструменты, ну, то есть, что-то, что уже исчерпало сроки эксплуатации. Дальше, если вы используете обосновление материалов по этапам производства, потому что динамическое планирование изменяет именно систему этапов, систему применения этапов. То есть, именно вот этот момент, когда вы используете этапы производства, обуславливает, что в динамическом плане потребность в материалах возникает раньше, чем появляются этапы. То есть, обратите внимание, пожалуйста, на вот этот вот пункт. Ну, и, соответственно, если вы используете работу с давальческим цельем, то есть, вы выступаете в качестве давальца и передаете свои материалы в переработку на стороне, то есть, в переработку какому-то другому предприятию. В этих случаях, которые вы сейчас видите на экране, динамическое планирование вам, к сожалению, будет недоступно. Ну, поскольку изменений именно в регламентированном учете было достаточно много, то, соответственно, изменялись и формы регламентированных отчетов. Ну, и вот вы можете посмотреть, в нашем списке достаточно сильно активизировалась, если можно так сказать, статистика. То есть, вы видите, раз, два, три, четыре, пять форм только по статистике новых, которые должны предприятия подавать. Здесь хочу обратить ваше внимание, что к статистике сейчас нужно относиться очень внимательно, потому что, во-первых, статистика начала применять штрафные санкции, за несовременную сдачу или за несдачу в какой-либо отчетности. Если раньше это, в общем-то, заключалось в том, что позвонить сотрудник статистики, погрозить пальцем, скажет, ай-яй-яй, и примет ваш отчет хоть по электронной почте, хоть на сайте, то сейчас ситуация изменилась, и, соответственно, штрафы именно в статистике составляют за первый случай нарушения подачи сроков, сроков подачи отчетности составляют от 70 до 100. А повторная ситуация, которая произошла в течение года, поднимает эти штрафы уже до 150 тысяч. Согласитесь, это уже суммы, ну, более чем серьезные, и обидно получать такие штрафы за то, что не обратил вовремя внимания, под какую выборку попало ваше предприятие. То есть для того, чтобы убежать от этой ситуации, нужно зайти на статистику и ИНН вашего предприятия, посмотреть, какая отчетность вами должна сдаваться. Может быть, вы попали под какие-то выборки или, наоборот, для вашей отрасли добавили какие-то отчеты. Ну и, соответственно, уже после того, как вы это проверите, то можно спокойно работать дальше и смотреть, что из предприятия у вас списка вас касается. Еще одна форма – это документ заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. То есть это отчеты по НОМОСу. Соответственно, это постановка объектов на государственный учет, который содержит сведения для того, чтобы ваши объекты были внесены в государственный реестр. Здесь достаточно сложная система. Обратите внимание, потому что такое заявление требует дополнительного создания, создания дополнительных документов. То есть это, возможно, сведения о выбросах, ну, то есть в зависимости от вашей специфики. И также добавлены сведения о доле доходов от пассивной деятельности в сумме всех доходов, учитываемых при определении организации, зарегистрированной на территории Южно-Курильского, Курильского или Северно-Курильского городского округа. То есть, соответственно, поскольку у нас были введены достаточно большие налоговые преференции для этих территорий, то необходимость подавать информацию. Вот это тоже такая возникла. Ну, еще раз обратите внимание на статистику, которая здесь перечислена. То есть видно, что сейчас основная статистическая отчетность требует подачи сведений о численности и оплате труда работников. Ну, и, соответственно, это касается разных сфер. Культура, соцобслуживание, образование и так далее. Перечень вы видите на экране. Хочу обратить еще раз ваше внимание на то, что кроме статистики, штрафные санкции теперь не могут, то есть применяют и другие социальные органы. Плюс были внесены изменения в КОАП, то есть в административные наказания. И эти изменения тоже следует принимать во внимание, чтобы, ну, скажем так, безопасно сдать отчетность, ничего не пропустить. Еще в связи с отчетностью хочу обратить ваше внимание на отчетность по прослеживаемым товарам. То есть мы помним, что сведения о прослеживаемых товарах у нас были внесены в прошлом году в обязательное применение. И было анонсировано, что штрафы там достаточно серьезные, будут применяться тоже за нарушение сроков и так далее. Но потом было несколько раз, отодвигался срок, когда будут, с какого момента применяться такие штрафы. И в итоге сейчас зафиксирована дата, что штрафные санкции по прослеживаемым товарам у нас будут введены здесь в 24-м году. То есть отложены они до 24-го года. Но все равно перед каждой сдачей стоит проверять, потому что вдруг у нас 24-й год, плавно переместился, например, на 23-й. К сожалению, такие случаи тоже уже не есть. Еще одно изменение у нас было в механизме электронного документа оборота с контролирующими органами. Здесь хочется остановиться немножко поподробнее. То есть на экране вы видите перечень форм, которые были добавлены. Но кроме этого у нас в ЕРТ есть очень интересный механизм. Это механизм личных кабинетов, когда мы можем просматривать сведения, которые содержатся напрямую на сайте налоговой инспекции. И, в общем-то, там достаточно удобно скомпонована возможность работы с налоговыми органами, с фискальными органами. То есть перетитка на требования, получение каких-то новых сведений и так далее. Соответственно, в релизе 2.5.9 у нас стали доступны некоторые новые печатные формы. Вы видите, то есть эти печатные формы добавлены в преддверии того, что у нас будет переход на единый налоговый платеж, на изменения в транспортном налоге, в демельном налоге. И, соответственно, вот печатные формы добавлены в этот перечень. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу, которая у нас немножко уходит запускаться. Сейчас подумает программа, тогда мы на ней переключимся. И, пожалуй, вот самый вкусный, на мой взгляд, так сказать, кусочек обновлений, это сканирование и распознавание бухгалтерской первички напрямую из ЕРТР. Как я уже говорила, это далеко не новая тема. В разработке у разных организаций она находится давно. И вот сейчас в этой версии 2.5.9 реализована интеграция с сервисом 1С распознавания документов. То есть это, особенно для крупных предприятий, у которых большой документооборот, очень нужная и важная функция, потому что она позволяет сэкономить как минимум одного-двух человек, операторов, которые занимаются вводом информации из бумажных документов и, соответственно, в программу. Этот сервис позволяет создавать документы при том сканировании, то есть вводить данные, обратите внимание, при потоковой загрузке, то есть не по одному листику, а вы можете использовать сразу потоковое сканирование. То есть, соответственно, очень существенно сокращается время на ввод данных. И особенно, если ваши контрагенты не пользуются электронным документооборотом, а вам отправляют бумажные документы, которые нужно ручками в программу вводить. На данный момент реализовано распознавание четырех видов документов, то есть это УПД, счет фактура, сторх-12 и акток показаний услуг. Но на самом деле, вот эти четыре документа, это наиболее часто встречающаяся первичка, которая приходит, ну, чаще всего, в бумажном виде, хотя, с другой стороны, сейчас у нас НДС подается только в электронном формате. И теоретически счет фактура или УПД должны иметь и электронный аналог. Но, тем не менее, как оно придет к вам, на данный момент это еще вопрос, то есть в электронном формате или в бумажной форме. То есть, соответственно, акт об оказании услуг, и торх-12, это основные документы, которые сопровождают товародвижение и услуги, которые оказываются либо в вашей организации, либо для вас выполнять такие подруги, сторонние организации. То есть практически даже с этими четырьмя формами уже гораздо легче работать с первичками и можно сэкономить как минимум одного-двух человек именно на вот этих вот операциях. Сейчас мы переключимся на следующие новости. И вот, наконец, получилось перейти в демо-версию. Значит, что я хотела показать, когда она запускалась. То есть, кроме того, что у нас есть сейчас электронные документы оборудования со социальными органами, у нас в разделе МЦИ и администрирование есть подраздел администрирование. И обратите внимание, я хочу сейчас на интернет-поддержку и сервисах. То есть у нас есть, например, если мы в регламентированном отчете выбираем раздел 1С отчетность, то дополнительные сервисы у нас размещены вот перечни, их вы видите. И если мы переходим в журнал отчетности данных, то есть данных отчетов, то этот функционал у нас вынесен в верхнюю панель. Ну, вот вы видите здесь. Пару слов скажу об отчетности. То есть у нас есть раздел 1С отчетность, который мы только что с вами посмотрели. И есть дополнительный сервис 1С отчетность. То есть этот сервис позволяет работать напрямую с налоговыми органами, минуя этап, когда вы отправляете файлик операторам ТТС. В этом случае вот этот этап минуется, вы работаете напрямую с налоговой инспекцией. И, например, такое очень неприятное, тоже неприятное новшество прошлого года, это когда ваша отчетность может быть признана не предоставленной. То есть это сокращает срок реагирования на такое уведомление от налоговой инспекции, если вы вдруг его получили. Посмотреть более подробно можно вот по такой ссылочке. Соответственно, сама по себе доработка 1С-отчетность доступна пользователям ИТС проф бесплатно для одного юридического лица, а для, допустим, пользователей ИТС техно она доступна за дополнительную плату, которая, в общем-то, небольшая, ну, это порядка, например, 3 900, 4 000 в зависимости от количества пользователей, и это сумма, которая требуется на год. То есть, если мы подключаем несколько предприятий, то, в принципе, сумма в месяц получается очень даже дружественная. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайдики и поговорим еще про другие новшества, которые у нас есть. Обратите внимание, у меня написано, что версия 2.5.9 релиз от 87-го до 131-го. То есть, соответственно, релизов было несколько, мы чуть-чуть позже про них поговорим, вернемся к этому. И обновления, которые были внесены, то есть, мы берем в общем версия 2.5.9 и здесь у нас были изменения внесены в разделы СРМ и маркетинг, то есть, это была предусмотрена возможность оплаты бонусными баллами, возможность управлять ценами на marketplace Яндекс.Маркет. В разделе продажи у нас появился УПД для комиссионных схем. Появилась возможность проставлять сложок, то есть Чебетбокс по отчетам, по комиссионным отчетам, то есть, мы ставим вложок и в этом случае по комиссии допустим, удержать вознаграждение в расчетах. Такая функция у нас была в предыдущих версиях, допустим, комплексная автоматизация, ППшка, сейчас вот такая функция появилась у нас и в ERP. Соответственно, в раздел розничной продажи были тоже внесены изменения и сейчас у меня заставка отсюда уберется и мы сможем посмотреть, какие конкретно. Изменений на самом деле достаточно много, потому что было несколько релизов и посмотреть эти релизы можно на сайте 1С, ИС, ну, соответственно, по вашей подписке, подписке изменений вы можете пройти и посмотреть, какие были внесены изменения и в каких релизах. По розничным продажам у нас было изменение, появилась возможность оплачивать электронными сертификатами по обеспечению потребностей, то есть это производственный блок и обеспечение потребностей. То есть в этом случае у нас подключается производительный режим хранения информации о доступности товаров и работ соответственно. От склада доставка это было добавлено рабочее место работника склада, мобильное рабочее место, про которое мы с вами поговорили уже и была улучшена работа с маркированными товарами, если вы применяете ордерные склады. Производство видите, я красным выдела, можно так сказать, наиболее значимые изменения. То есть по производственному блоку это динамическое планирование, естественно, про которое мы уже тоже поговорили немножко. Это контроль выполнения операций. Вот это очень нужная актуальная тема, ну практически наверное у 80% производственников, потому что когда открываешь оборот и видишь красные остатки по складу то для бухгалтера это все тушил свет, все пропало. Производственные наборы, как я уже говорила, были добавлены. План закупок по дате заказа, то есть это формирование по заказам плана закупок и соответственно плана поступления СМС. Контроль остатков товаров обратите внимание, что в этом случае контроль остатков это очень удобная функция, но для того, чтобы она могла нормально работать, у вас должен стоять запрет на отрицательные остатки в настройках. Ну и соответственно заказ актирования работ на собственные нужды, когда предприятие использует что-то для внутренних нуждей. Блин, подождите, подождите. Дальше, как вы видите, были использованы, точнее, дополнены разделы казначейства. Это то, о чем уже немножко скользко сказали, то есть это формат обмена с банками был добавлен, списание денежных средств, расчетных шрифов организации, обмен с банком платежными документами и расчеты с подотчетными лицами. То есть блок казначейства в принципе все изменения были связаны с поддержкой госзаказов и расчетов с расчетами лицами. В раздел бюджетирования была добавлена модель бюджетирования, то есть теперь можно изменять и соответственно в огнеоборотные активы тоже были внесены изменения. Это была корректировка стоимости и амортизации основных средств и настройка управленческого учета внеоборотных активов. Поскольку у многих предприятий к сожалению достаточно много особенно производства достаточно много средств, которые вспомнят времена революции и соответственно уже давно находятся на забалансовом учете, то есть полностью самортизировавшаяся и вот эта настройка для такого случая будет очень кстати. А в регламентированный учет, ну соответственно тоже были внесены изменения, которые касаются всех наших законодательных инициатив, то есть была изменена, был изменен учет по налогу на прибыль, был как бы расширен функционал по учету НДС, были изменены настройки счетов для учета расчетов за электронные директы. Ну в принципе раньше бухгалтера чаще всего решали эту проблему либо через операцию, либо каким-то еще способом, который применим к этой ситуации, но сейчас такая настройка добавлена. добавился учет переданных в аренду основных средств по договорам, то есть развере договоров. И также была настройка добавлена по учету сомнительных долгов, по резервам по сомнительным долгам, если сказать более точно, и по НДС с авансом. Ну и соответственно регламентированный и международный учет, то есть у нас тоже был добавлен сервис проверки документов, проводки без корреспонденции, проводки по выручке без НДС и выгрузка и загрузка моделей соответственно. То есть как вы видите, это мы уже на двух слайдах смотрим только перечень тех изменений, которые произошли за этот период. Согласитесь, это достаточно большая работа была проделана. Ну и того, что мы посмотрели уже, еще были внесены добавки в кадровый учет и расчет заработной платы. Вот на этом моменте я хочу остановиться немножко поподробнее, потому что кадровый учет у нас изменялся в связи с тем, что проводились мобилизационные мероприятия и соответственно проверка отчетности, которая должна подаваться в лекоматах. Кроме этого, до конца года предприятия должны сдать отчетность по воинскому учету. Вот с этим возникает больше всего вопросов и, ну скажем так, сложности, потому что многие, особенно малые предприятия, ну, либо не делили кадровый учет, либо считали, что ой, я подумал об этом завтра, поскольку это никакими санкциями не грозило, то сейчас ситуация изменилась. То есть для того, чтобы отчитаться в военкомат, если у вас то есть отчитаться должно предприятие, в котором существуют либо военно обязанные, подлежащие воинскому учету лица, либо молодые люди в возрасте 15-16 лет, про них тоже подается информация в военкоматы. И, соответственно, в этом случае сдается форма 18, а вот в случае, если вы еще применяете и бронирование, то в этом случае вы сдаете еще две дополнительные формы, которые касаются именно бронирования специалистов. поэтому на кадровый учет нужно обратить особое внимание, в нем добавлено как бы тоже выбор добавлен, и сейчас мы снова перейдем в демо-базу и посмотрим, что нужно сделать для того, чтобы изменения внесли в кадровый учет. Значит, мы должны использовать раздел МСИ и администрирование, то есть научно-справочная информация и администрирование и выбираем раздел кадры. Раздел кадры. В разделе кадры у нас есть настройка, которая позволяет включить, то есть это чекбокс наш любимый, который позволяет включить именно эти разделы. И там уже тогда вы можете заполнять и основную форму 18, и дополнительные формы 6, 19, которые касаются уже бронированных граждан. И были изменены сервисные возможности, то есть, как я уже говорила, распознавание первичных документов, что очень сильно облегчает жизнь. Кроме этого, был обмен электронными документами с контрагентами и банками, то есть, это у нас идет отправка электронной корреспонденции, не обязательно в каких-то документах, это могут быть письма и любая другая переписка, но с банками это, в принципе, достаточно давно уже работает, но с контрагентами теперь включен такой сервис. Дальше поиск на ИТС, то есть, это помощь для того, чтобы разобраться, какие же были внесены изменения, в каком релизе и где что искать. То есть, соответственно, вот сейчас, когда столько много изменений, это очень полезная информация, потому что, например, если в некоторых случаях можно произвести обновление базы, минуя несколько релизов, не критичных, так сказать, то посмотреть, что было в тех релизах, как бы стоит, потому что объектом оказалось то, без чего нету счастья. Соответственно, было добавлен обмен стадины каста и некоторые другие, то есть, вы их перечень видели, сейчас у меня окно закроется запуском, и мы снова сможем посмотреть на эту, на этот слайдик. Ну и дальше, собственно говоря, я хотела вам показать еще слайдик, где перечислены релизы конфигурации ERP 2.5.9. То есть, их было выпущено несколько, по 4 релиза, если быть более точными, и в этих релизах была разная информация, которую вы можете прямо из программы перейти либо по информационной ссылочке помощь, либо в каждом разделе есть контекстная помощь, контекстная подсказка, перейти на сайт программы 1С и посмотреть по ИТС интересующий вас раздел. Решения отдельных проблем мультиязычности были добавлены, стандартные подсистемы тоже претерпели изменения, подключаемое оборудование, которое вы можете использовать интернет-поддержка, стало более доступным, то есть туда легче перейти, посмотреть, и практически по регламентированной отчетности в каждом регламентированном отчете, в каждом разделе отчетности можно посмотреть дополнительные справки. К сожалению, у нас не очень много времени, и мы подробно не сможем это посмотреть, но обращаю ваше внимание, что там справки очень хорошие введенные плюс составленные грамотными специалистами, поэтому этим подсказкам можно доверять и использовать. Ну и также добавили изменения в работу в облачном сервисе в 1С фреш, ну и естественно интеграция с 1С документа оборотом тоже стала просим. А сейчас мы с вами перейдем к следующему слайдику, то есть это слайдик показывает какие версии в релизе 2, 5, 9 у нас были. То есть начиная с 87 релиза у нас был 106, 116, 131 последний вот последнее обновление, которое было в конце от тебя. Как вы видите, в общем-то достаточно большое перечень, и как мы с вами посмотрели по оглавлению, так сказать, это каждое обновление содержит достаточно большой перечень изменений, которые были внесены. Сейчас вы видите слайдик, это по применению бонусных программ лояльности, то есть то, что было создано. Ну вот вы видите сам слайдик, где это запускается, и комментарии. То есть подсказочки, про которые я вам говорила, контекстные, у нас обозначаются вот таким вопросиком в конце какого-то раздела или в конце какого-то окошка для заполнения. То есть это контекстная подсказка именно по данному разделу, по данной ячеечке, не вообще обо всем, а именно вот по данной информации. Снова переключаемся на следующий слайд, и теперь поговорим про казначейство, какие изменения у нас были в казначействе. Ну то есть самое большое это подтверждение расходов при казначейском сопровождении госконтракта. То есть теперь у нас поддерживается возможность введения раздельного учета результатов по финансово-хозяйственной деятельности. До этого момента предприятия находились в ситуации, когда необходимо ввести раздельный учет в разрезе госконтрактов, гособоронконтрактов, муниципальных контрактов, либо добавлением субсчетов, либо добавлением дополнительной аналитики. Сейчас таких сложностей не нужно. Сейчас поддержка внестина уже как бы централизованной. И централизованной можно подтвердить доходы и расходы по таким договорам. Это не какое-то искусственное требование, скажем так, отдельной организации. Это требование законодательно установленное для таких договоров. Ну и соответственно, когда его добавили, жизнь значительно облегчилась. Вот вы видите ссылки на нормативные документы, которые эти требования обосновывают и которые вы должны собственно говоря соблюдать. Реализовано это через список направления деятельности. То есть вы создаете направление деятельности и выбираете направление, определяете его как исполнение государственного контракта. Обратите внимание, государственного контракта, это просто госконтракт, в отличие от ГОЗа, то есть государственный оборонзаказ. Это достаточно важное дополнение, поскольку если вы работаете с ГОЗами, то у вас еще подключается этап военной приемки. А если просто с ГОЗа заказаны, то такого этапа может не быть. Появился еще новый отчет. мониторинг целевых показателей. Это для использования мобильного клиента ERP такая возможность реализована. Это очень интересный отчет. Живет он в разделе финансового результата и контролинга целевые показатели. Соответственно мы можем там проставить отметку и настраивать и сохранять варианты отчетов, как в общем-то это уже привычная ситуация. настройка отчетов для просмотра в мобильном клиенте приложения, которое используется в мобильном рабочем месте под фига и так далее. В этом случае карточку списка варианта отчета в каждом разделе, отчеты раздела и все отчеты выбираем компоновки. Здесь был добавлен реквизирное значение и мы можем выбрать варианты десктоп, мобильный клиент или везде. Ну соответственно увидите скриншот к вариантам этой настройки. Что изменилось в механизме электронного документа оборота? Вот здесь тоже очень интересный момент. То есть вы видите что выделено жирным шрифтом добавление печатных форм. То есть это у нас сообщение об исчисленной налоговым органам суммы транспортного налога, суммы земельного налога ну и собственно вывод печатной формы сообщения об исчисленных налоговым органам суммах транспортного налога, налогового на имущество, земельного налога которые были утверждены приказом ФНС. Обратите внимание, что этот приказ датирован прошлым годом, но вот добавление сейчас только у нас в этом видео получилось. И, соответственно, это доработка уже с учетом формата электронного представления, то есть того формата, который сейчас действует, и, видите, он датирован уже 5 сентября этого года. То есть у нас реализован новый интерфейс работы с требованиями и уведомлениями от налоговой инспекции. Это, в общем-то, сделано в преддверии того, что мы переходим на единый налоговый платеж и на применение автоматической системы упрощенки. Автоматической системы упрощенного налогообложения. Поскольку все эти новшества предусматривают, что налоговые органы должны получать от вас уведомления о том, как должен быть распределен платеж, либо в случае с автоматической упрощенкой самостоятельно рассчитывали, как они распределили налоговый платеж, точнее, сколько было начислено и как было распределено. То есть вот такая возможность у нас добавилась. И я еще раз перехожу в демонстрационную базу и хочу остановить ваше внимание на личных кабинетах. То есть, соответственно, поскольку у нас время реагирования на сообщения от налоговых инспекций сейчас достаточно небольшое, то есть порядка пяти дней, то через личные кабинеты мы гораздо быстрее можем контактировать со всеми фискальными органами. Там практически у нас есть возможность выбирать и ФСС, и Роспотребнадзор, и статистику, и алкоголерегулирование. Ну, то есть практически все фискальные органы, когда мы должны подавать какие-то отчеты или какие-то следения, то есть мы в этом случае можем эту информацию получать напрямую с их сайта. И особенно если мы в программе настраиваем уведомления, то сразу будем получать уведомления о том, что это пришло. И требует ответа. Допустим, если мы работали в таком режиме через операторов ПКС, то есть это и БИС, и Контур, и Астрал, ну, то есть все операторы связи, то в этом случае возможности потерять один-два дня гораздо выше, потому что сначала уведомления приходят к оператору, а потом уже оператор пересылает его вам. В этом случае потерять какое-то время очень легко. Соответственно, тогда придется отписываться, писать пояснения, объяснительные в гораздо более высоком темпе. Мы переключаемся на наши слайдики. И теперь еще немножко пару слов про казначейское сопровождение государственных контрактов. То есть что там такое, кроме того, о чем мы уже поговорили. То есть это доработанная функциональность для того, чтобы работать с государственными контрактами. Далее госконтракты от федерального казначейства. Под государственным контрактом в системе подразумевают контракт, в котором одной из сторон является орган государственной власти. Но при этом данный контракт не является контрактом гос. То есть это не оборонзаказ, а, например, может быть договор аренды с земельным комитетом, с мэрией, ну, то есть с какими-то органами власти. Добавлена возможность работы с казначейскими лицевыми счетами, то есть справочники банковской операции. Здесь у нас добавлен классификатор для статей целевых средств. То есть мы берем раздел казначейства, планирование и контроль денежных средств. И, соответственно, для источников хранения у нас дальше аббревиатура ЦС, то есть целевые средства, и направление расходования целевых средств – это статьи ЦС. То есть добавлены вот такие вот параметры, и, в общем-то, гораздо более комфортно комфортно стала работать именно вот с казначейскими счетами и, ну, вообще с самими госконтрактами. Теперь еще один момент, как у нас будет построена схема движения, например, по договору, который подлежит казначейскому сопровождению, если организация, ну, например, ваша организация является исполнителем. Является исполнителем. Как вы видите, в этом случае у нас распределены по ролям, если можно так сказать, обязательства. И вы видите схему, как это должно взаимодействовать. То есть в этом случае у нас работают менеджеры по продажам, то есть коммерческий отдел, казначей, то есть финансовый отдел, и бухгалтер, то есть бухгалтеря. Каждый вводит, как бы, свою часть информации, то есть бухгалтер должен ввести направление в бизнесе, казначей должен ввести банковские рекомендации, и менеджер по продажам вносит контракт, который был заключен с конкретной организацией. И после этого казначей, когда внес данные, у нас появляется заполненный ставочник банковских счетов и справочник источники поступления целевых средств. И также казначей проводят файлы выписки, то есть это обмен с клиент-банком, то есть поступление денежных средств, или перевод денежных средств. Вот такую схему применяем мы в случае, если наша организация – это исполнитель. А если, допустим, организация – заказчик, в этом случае, как вы видите, схема немножко другая, то есть работает тоже менеджер по закупкам, казначей, ну и практически все, потому что менеджер по закупкам вносит данные по договору, а казначей, собственно, всю другую информацию. И также, как и в предыдущей темке, работает с файлами выписки, то есть банк, загрузка и выгрузка информации через банк. Ещё один момент. В карточке, именно в карточке элемента «Банковские счета» на закладке «Настройка счёта» добавилась возможность выбора типа счёта, казначейского. Данный тип устанавливается автоматически после того, как мы введём номер казначейского счёта. То есть мы все помним, что ключи у счетов разные. Если, например, обычный счёт коммерческой организации может начинаться 4,407 и так далее, счёт физического лица, например, 4,0178, то у казначейских, соответственно, добавлена автоматическая возможность присвоения номера после того, как будет введён казначейский счёт, у которого другой ключ. На закладке «Настройка счёта» флажок «Счёт по госконтракту» мы уже с вами смотрели в такой слайдик. Поле раздела лицевого счёта и поле направления деятельности отображается в том случае, если у нас программа определила автоматически, что введённый счёт – это казначейский счёт. А флаг «Счёт по госконтракту» у нас определит принадлежность казначейского счёта по платежам именно по этому госконтракту и создание счёта для госконтракта с типом «государственный контракт». Видите, немножко облегчено, не надо это всё ручками вводить и потом перерывать о правильном листе. То есть в этом случае казначейский счёт или нет, программа определяет автоматически и контракт мы привязываем к этому лицевому счёту, то есть у нас уже не будет нарушения по работе с казначейством. Вот ещё раз эта пиктограмма, где мы определяем, что там флажок «Счёт по госконтракту» и дальше определяем направление деятельности соответственно в вашей ситуации. Обратите внимание, здесь у нас тоже присутствует контекстная справка, то есть вот такие вот вопросики. и в случае затруднения вы можете посмотреть и почитать эту информацию на сайте ИТС. Ещё информация, которую можно посмотреть на сайте ИТС. То есть это дополнительные ресурсы, где можно что-то выбрать, если вам не понятен какой-то раздел. То есть обратите внимание, допустим, вот я сейчас выбрала информацию об обновлениях, выбрала ERP, управление предприятием, и соответственно, видите, это вот сейчас у нас есть последнее обновление, уже 2, 5, 10, 38. И здесь я открываю, вот 2, 5, 10, и открываю, какие обновления, то есть вложенная информация в нижний уровень, и что было изменено. То есть опять у нас, видите, в 2, 10 были внесены изменения по продажам, по производству, по казначейству. То есть вот по разделам, которые вы видите на экране. А в этой стороне, в этой части от нас, у нас более подробная расшифровка, и можно по гиперсовечке, то есть это выделение синим текстом, можно прийти в этот конкретный раздел и почитать там уже предметную информацию. Ну и на самом деле, вот по поводу релизов, мы с вами сейчас говорили, вот 2, 5, 9, то есть 131-й релиз, это был последний 2, 5, 9, и начинался он 2, 5, 9, 80. То есть такую же информацию, видите, можно посмотреть информацию об обновлениях, 1С предприятия. Ну, на самом деле, у нас с вами уже вышло время, к сожалению, более подробно мы не успеваем поговорить, но если какие-то разделы для вас оказались актуальны, то вы можете сами использовать возможность посмотреть на сайтах, на сайте 1R, информацию по конкретным релизам, и потому что там изменилось, если нет для себя решения. Ну, актуально это для вас, или может подождать там еще какое-то время. Сейчас у нас с вами практически начинается декабрь, то есть в декабре это у нас подготовка к закрытию года, к закрытию годовой информации, к годовой информации, к информации баланса и так далее. Поэтому, в общем-то, актуальности ваших релизов надо уделить особое внимание. Я сейчас снова вернусь к нашему численному росту и хочу еще раз напомнить вам наши контактные данные. То есть это наша электронная почта, телефон и адрес сайта. То есть через некоторое время мы выложили запись этого вебинара, вы сможете ее посмотреть уже, так сказать, в оффлайне, в записи. На этом компания Фоберлайн благодарит вас. Спасибо за уделенное время, за внимание. Мы будем очень рады оказаться вам полезными в любых работах с Синистом 1С, продажа, внедрения, сопровождения, консультации. Будем рады сотрудничеству, будем рады вашим вопросам и письмам. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok